Никакие не застенки, а система, которой нечего скрывать. В 7-й женской исправительной колонии прошел день открытых доверей для представителей общественности и гражданских активистов. Гостям показали, как живут и работают осужденные, как организован их режим и какой колония была раньше. Буквально 20 лет назад условия были несравнимо хуже. Они были в свободной форме одежды в основном. У них не было формы одежды, можно было отличить вольный человек или сотрудник приходили. Заработная плата была у них ниже, чем в данный момент. Сейчас у них минимальная оплата труда. Также они оплачивают коммунальные услуги свои, алименты также платят. Ходят в магазин, у них очень хороший ларек. Раньше такого ларека не было, где они даже покупают вплоть до газировки и мороженого. Так выглядит обед для осужденных. На первое картофельный суп, на второе картошка с мясом. Дневная норма 2800 калорий. Дают и мучное, и овощи. Сейчас к рациону спецконтингента система относится трепетно. Раньше наказывали желудком. Меню было скудное. Раз в день им положено мясо, рыба, также овощи крупина, группа порядка 900 грамм. Также молочная продукция. В данный момент по утрам у нас идет молоко сгущенное и масло коровье. У всех женщин в зоне есть работа. Если нужно, их научат и дадут образование. Разумеется, за труд будут платить. Организованный досуг спецконтингента. Есть библиотека, в отрядах можно заниматься спортом. Общественники не переставали удивляться. Каждый раз, приезжая в места лишения свободы, меня интересует, во-первых, как устроен быт осужденных, созданы ли качественные условия по оказанию медицинской помощи и, не менее важно, заняты ли они трудом. Общественно полезным трудом и трудом, за которые они получают заработную плату. Приятно отметить, что условия созданы оптимальные. Раньше колония была в четыре раза больше. Здесь содержали две тысячи женщин. Отряды были скучные и по 200 человек в одной казарме. Сейчас 50. Условия более чем сносные. Они пытались занавешивать спальные места, как бы себе отгораживая пространство личное. Они там что-то пытались склеить на стены, на очень маленькие были проходы. То есть, вот уже когда мы жили здесь, то есть сначала было 150, потом 110, 115. Это много. Маленькие проходы, тумбочка на двоих, вещи под кроватью в коробках. То есть, это все было много очень проблем. Здесь сытно, тепло, одевают и дают работу. Тем не менее, это наказание. Главная его составляющая – невозможность жить прежней жизнью, увидеться с родными и друзьями. Лишение свободы осужденные ощущают очень остро. Руководство УФСИН надеется, что настолько остро, чтобы перевоспитаться. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.